Здравствуйте, это снова я, с вами Татьяна из Леурет-де-Мара. Сегодня у нас уже 29 апреля, лето в разгаре, начали приезжать туристы, уже есть мельчаки, которые купаются в бассейнах, но в море пока еще никто не купается. Это видео я хочу сделать на тему как бы подводные камни туристического города, то есть на что вы можете нарваться в туристическом городе. И в основном, конечно, это видео будет обращено к женщинам, потому что каких-то особых махинаций там может ну не знаю, я не сталкивалась ни с какими денежными какими-то здесь махинациями. Ну, если могут только как бы предложить какие-то апартаменты и сделать красивую фотографию очень красивую, а вы приедете, оно как бы будет то же самое, но выглядеть по-другому. Вот единственное это может такое быть. Или скажут, что отель находится недалеко от моря, но до моря надо будет минут 20 идти пешком. Но я думаю, это не страшно. Тут как раз у нас два пляжа, даже три, можно сказать, можно выбирать разные пляжи. Я просто хочу рассказать о специфике курортного города и это в основном, конечно, будет касаться наших женщин. В общем, получается так, что для испанских мужчин наша русская женщина бывает очень сладкая добыча, потому что европейские женщины, они самодостаточны, они, можно сказать, если они хотят иметь мужа, у них у всех есть мужья и они особо не озабочены как бы в том, чтобы искать мужчин. Единственное, что вот я видела на пляже, что женщины такие преклонного возраста, но это в основном из Англии. Из Англии как-то, ну точно не могу сказать, из каких стран снимают на ночь негров молоденьких. Так они у нас там сидят, они прямо так и сидят, они себя предлагают, эти молодые негры, этим пожилым тетенькам. Вот, но тут это у них у самих как договоренность, никто никого там не обижает, все друг другом довольны. Ну, также, значит, большое количество, по вечерам особенно, где у нас зона дискотек, конечно, промышляют женщины эти, которые занимаются проституцией, которые предлагают оральный секс, там, за 30 евро. Ну, в основном они вот только оральный секс предлагают. Вот. И хочу я просто рассказать о том, что вот есть такой определенный, ну, как бы, как бы даже сказать, такое занятие у испанских мужчин. Они называют себя buscadores de mujeres faciles, то есть искатели легких женщин, если перевести с испанского. И в основном, подразумевается под словом легкие женщины, это наши русские туристки. Как получается, в общем, когда у нас женщина русская приезжает, ну, даже если могу сказать, даже по моим впечатлениям, когда ты приезжаешь в чужую страну, и тем более Испания, такой райский уголок, такое открытое Синее море, открытое голубое небо, в общем, пейзажи очень красивые. И, конечно же, взгляд останавливается, что вокруг очень много красивых испанских мужчин. Мужчины, конечно, испанские красивые, потому что они не пьют, они очень долго сохраняют свое здоровье, свою фигуру, и выглядят они очень хорошо. И еще они очень такие приветливые, улыбчивые, разговорчивые, темпераментные. И, конечно, для русской женщины после ее холодов, после ее серости, где она жила, где было все черно-белое, серое, некрасивое, конечно, такой пейзаж, я и сама себе тоже так же могу сказать, что такой пейзаж, он просто до такой степени сшивает тебя, и тебе начинает казаться, что Испания – это какая-то сказочная страна, в которой с тобой никогда ничего не может плохого случиться. Но и этим, конечно, пользуются мужчины испанские, и очень сильно пользуются. Вот я здесь уже проживаю 4 года, и на протяжении 4 лет я просто на своих глазах прямо вижу, я уже знаю несколько таких мужчин в лицо, которые занимаются просто ловлей наших русских туристок. То есть они выучивают несколько там ласковых русских слов, что ты красавица, что ты там не знаю что, не знаю куда. И оказывается, у наших женщин так легко на это можно как подцепить, совершенно легко. То есть я вообще видела даже как этот мужчина один, один вот экземпляр такой неприятный у нас здесь есть. Я даже вот, мне даже хочется вот его как-то из-под тяжка снять и выставить видео с его рожей, чтобы наши женщины, ну, посмотрели на это говно. Потому что у меня иной раз прямо в горло ему охота вцепиться. В общем, стратегия у него такая. Сказать, что он больно симпатичный мужчина, я не могу. Во-первых, он уже в годах, но он как бы так держится очень, ну, как бы уверенно. То есть, и это, видимо, очень подкупает. Потом он знает несколько русских фраз и довольно неплохо говорит на английском языке. Значит, он сразу же не жмотничает, а он ведет женщину в ресторан. И, значит, это приглашает сходить в ресторан. Но это не факт, конечно, что он поведет, значит, в ресторан. Вот. И еще у него такая фишка, он, у него такой большой телефон, это я вообще своими глазами видела, наблюдала за этой сценой, что он открывает свой этот большой телефон и начинает рассказывать женщине, что вот это у меня такая вилла, потом показывает он машину у него, Cadillac с открытым верхом. И вот, и он начинает обещать, и рассказывать, и болтать. Он ко мне тоже подходил, и он мне это тоже показывал, и тоже он мне рассказывал, что он, значит, ну, он как бы ошибся. Он началь подумал, что я туристка, а так как мне надо разговаривать, очень надо разговаривать, чтобы не потерять испанский язык, то я всегда, когда ко мне кто-то подходит, я всегда разговариваю. Ну, мне мужчин тут не надо искать, я замужем, мне никаких приключений не нужно, и поэтому как бы я трезвенно все это смотрю. И вот он начал мне рассказывать, какая у него там вилла, какой у него Cadillac, значит, еще какие-то там свои эти прелести рассказать. Притом этого мужчин совершенно не смутило, что я разговариваю на испанском языке. Хотя бы вот это его должно было как бы, ну, ну, может быть, конечно, у нас сейчас такие туристки все продвинутые, что могут хорошо на испанском говорить, я не знаю. И вот он мне все это рассказывал, рассказывал, ну, и потом, естественно, стал сразу зазывать к себе домой. Ну, я никуда не поехала, зачем это мне надо. И, ну, он у меня все равно оставил неприятный садок. И еще он рассказывал про себя, что он где-то работает, где-то в северной стране, я не помню, типа, он там занимается добычей нефти, и 15 дней, типа, он работает, и 15 дней, типа, он здесь отдыхает. Ну, я это послушала, мне не все равно, что. Но, конечно, лицо это у меня запомнилось его. И потом, ну, как бы, ну, я не знаю, как у меня волей-неволей, я стала за ним следить. То есть я его когда видела на пляже, ну, вначале ради любопытства я смотрела, что он делает, а потом я вот это увидела, что почти каждый нашей русской туристке показывают эти свои фотографии и под руку, и берет, и уводит. И вы представляете, вот я вот сколько видела, ну, там одна только, может, две отказались, а остальные за ним идут. И, в общем, я стала... У меня, значит, есть здесь знакомый в Лёре де Маре каталанец, его Жоан зовут. И как-то я сидела с ним, разговаривала, и этот мужчина подошел с Жоаном и с этим поздоровался и ушел. И я спросила, говорю, а ты знаешь вот этого мужчину? Он говорит, да, я знаю. А говорю, он, говорю, какой-то неприятный. Он говорит, а почему неприятный? Он зачем-то, говорю, женщинам все показывает свои виллы, эти фотографии. И он мне совершенно спокойно сказал, что это бускадор де мухер из фаселес. Я говорю, как это? А, говорит, он, говорит, жениться не хочет. Заводить любовницу тоже накладно, потому что, как бы, надо ее, ну, все равно ублажать, там, какие-то подарки ей дарить, время свое собственное, значит, дарить. Вот. И говорит, здесь, говорит, таких на пляже много. В общем, и он мне вот такую историю рассказал, очень неприятную. Очень я просто хочу вам рассказать, что вот такой тип мошенничества есть в приморских городах. В общем, этот мужчина, естественно, не работает, он ни на каких нефтяных вышках. У него просто хорошая пенсия. И он вообще живет, у него есть, конечно, свой дом, и у него есть и жена, и дети есть. Но просто жена уже в возрасте, и, как бы, уже его не впечатляет. И он, значит, снимает на два, на три месяца виллу, снимает ее, то есть арендует, делает фотографии. Машина, по-моему, у него своя. Вот. И вот он ходит, и нашим вот этим женщинам втирает вот это вот, вешает лапшу на уши, что у него такая вилла, что он там магнат, миллионер, не знаю, чем. И потом, естественно, он увозит туда своих женщин, вот этих, которых он поймал. И в чем ему выгода? Ну, в том, что он получает секс за минимальные деньги. Ну, что, ну, сводил он ее там в ресторан, ну, потратил он там на нее 20 евро. И он может весь отпуск потом ее к себе возить и дома там угостить чем-то. Ну, то есть совершенно минимальные у него траты получаются на женщину. И второе, если бы он пошел в пути-клуб, там, во-первых, как многие здесь испанцы говорят, что в пути-клубе женщины работают как роботы, без эмоций, там, они же деньги зарабатывают. И им тоже, ведь, мужчинам это тоже неприятно. А тут вот он получает все, как можно сказать, и почти бесплатную женщину, и которая, не зная на что надеется, изо всех сил старается. Это мои предположения, что изо всех сил старается ему понравиться. Так что он практически задарма получает, ну, такие сексуальные услуги просто обалденные. И потом он просто делает вид, что он не знает эту женщину, и то есть ни адреса, ничего не дает. А на следующее лето он снова опять снимает в каком-то другом месте виллу. И вот этим они занимаются. Ну, вот это чисто вот такой экземпляр, что если мне повезет, я из-под тяжка его сниму на пленку и покажу его. Это вообще неприятный очень мужчина. Притом он, так интересно, он меня, видимо, не помнит. Он, вот каждый год, когда я выхожу на пляж погулять, он и ко мне все время уже раза три опять снова подваливает. Опять со своим этим телефоном я говорю, успокойся, я уже твои, говорю, съемные виллы уже несколько раз видела. Не надо, говорю, мне ничего показывать. Он дергается и уходит. Ну, вообще, конечно, когда я с Жоаном разговаривала на эту тему, я сказала, ну, как же, ну, неужели вам нисколько не жалко русских женщин? Они же приезжают, они на что-то надеются, ну, как бы, зачем же вы им так морочите голову? Так же тоже нельзя, некрасиво. Притом Жоан совершенно спокойно отвечает, что, ну, они же получили, что хотели, они, мужчина же, типа, в постели старался, он их на виллу, на красивую отвез, он там их на кадиллаге покатал, там он им доставил, типа, удовольствие, внимание. И что, типа, они еще хотят? Я говорю, как что хотят? Каждая русская женщина мечтает, что она на пляже встретит рыцаря, как сказать, на голубом коне, который увезет его в прекрасное будущее. Ну, он так говорит, ну, как же, женщины же взрослые должны понимать, что такой секс обычно ни к чему не обязывает, и, ну, надеяться тут не о чем. Ну, вот я вот хочу предупредить, что это, ну, не только в нашем роде Мари, я как-то и по Тосте гуляла, тоже ко мне один старичок так пытался приклеиться. В общем, есть у них такой способ, они так ищут себе временные развлечения на лето, особенно, ну, вот в основном, конечно, это занимаются мужчины, ну, которые в достаточном возрасте. Ну, про молодежь я не скажу. Молодежь, конечно, у молодежи сейчас свои отношения друг с другом, у них как-то они более свободные, они легко между собой общаются, не знаю, что они там делают. Вот, нет, я думаю, для них это особой травмой не бывает, но мне просто очень жалко женщин, особенно его возраста, которые вот, как бы, получаются попадать в такую ловушку, и, как бы, надежды рухнули. И я единственное хочу сказать, что, конечно, чудо случается. У меня есть знакомая, которая вышла замуж за испанца, за очень хорошего, познакомившись с ним на пляже. Но там была другая ситуация. Когда она с ним познакомилась на пляже, она не стала никуда с ним ездить, никуда не ходить. Просто они встречались, разговаривали. Потом она ему оставила свой телефон в скайпе, и целый год она с ним общалась. И потом он ей послал визу невесты, и тогда вот только она приехала и вышла за него замуж. Да, я считаю, что чудо случается. Просто нельзя вот так сразу с первым попавшимся мужчиной в первый же день знакомства ехать к нему на виллу. Вы даже должны, женщины-взрослые, должны понимать, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я хочу сказать, что, пожалуйста, конечно, приезжайте, развлекайтесь, знакомьтесь с мужчинами. Просто надо все-таки держать их все равно на расстоянии. Надо быть очень осторожными, надо себя, во-первых, уважать. И еще вот я скажу, что, конечно, есть тоже такие женщины, которые специально приезжают так развлекаться. Ну, когда вы так развлекаетесь, вы должны подумать о том, что ваше поведение потом ложится черным пятном на всех русских женщин. Потому что вот не секрет, что в Европе уже русская женщина и проститутка – это чуть ли не синоним. И, конечно, очень обидно, что я даже сама на себе чувствую, что когда начинаешь разговаривать с знакомым мужчиной, первый момент – человек себя все равно всегда очень как-то начинает фривольно вести, кокетничать, заигрывать. И только когда ты уже минут пять с ним разговариваешь, он уже понимает, что тут ничего ему не облонится, тогда он уже начинает спокойно разговаривать. И много раз тоже я слышала о том, что мужчины испанские так меня прямо и спрашивают, почему же такие русские женщины, они такие красивые, такие ухоженные и так легко доступные. Я все время пытаюсь защитить наших женщин. Я говорю, что это потому, что у нас мужчин мало очень в России, и женщины одинокие, несчастные, и приезжая сюда, конечно, когда они видят такое к себе отношение, такое внимание, конечно, они расслабляются и забываются, и, может, делают какие-то поступки нехорошие, в которые, я думаю, что потом, конечно, каждая женщина, когда это вспоминает, ей, наверное, неприятно это вспоминать. И вот я просто говорю, чтобы вы себе не испортили отпуск, будьте, пожалуйста, поосторожнее. А с мужчинами можно знакомиться просто, вот я говорю, что дайте им на будущее телефон там, в скайпе можно, ну, можно сейчас же в интернете разговаривать. Я думаю, что можно, человек, единственное, что можно проверить это временем, а вот так, если вы боитесь, что у вас 8 дней отпуск, и вы за 8 дней тут хотите найти мужчину себе, свои мечты, я думаю, что это нереально, это просто нереально. Вот. Ну, вот такое вот у меня видео. Ни в коем случае я никого не собираюсь осуждать, ни в коем случае я никому не собираюсь читать нотации, просто это вот, это крик моей души, потому что каждое лето, когда я выхожу на пляж, я вижу вот эти картинки, мне это совершенно неприятно. Ну, честно сказать, совершенно неприятно, и потому что даже сама я постоянно ко мне подходят такие мужчины с неприятным. Вы предлагаете, как вам? Они говорят, ну, вы же, типа, сюда для этого приехали. Ну, знаете, вот это тоже очень неприятно. Это очень неприятно. Ну, как сказать, бог, бог судья этим женщинам. Ну, желаю всем хорошего отдыха, если кто собирается к нам в Люре-Эдемар. Да, пожалуйста, приезжайте. Здесь очень добродушные люди, очень улыбчивые. Вы очень хорошо можете здесь отдохнуть. Я надеюсь, что этот сезон будет такой же сезон, как и все сезоны, потому что это просто райское место, это такая красота. У нас сейчас уже 27 градусов тепла. Я думаю, уже через неделю-две уже люди начнут купаться. Надеюсь, что я не разыслила вас с этим видео. Это просто маленькое предостережение. Просто давайте сами себя спасать. Не будем надеяться на посторонних. Не будем портить себе отпуск. И не будем потом жалеть о чем-то. В общем, до свидания. До следующей встречи. Поздравляю вас с наступающим 1 мая. Я видела по телевизору готовиться в Москве демонстрация. Я бы, конечно, тоже с большим удовольствием сходила бы на демонстрацию, потому что я помню, что, ну я не знаю, мне всегда очень нравились демонстрации, парады мне 9 мая нравились. И вот когда-то в 90-е годы стали осуждаться эти демонстрации, я просто ничего не понимаю, что в этом было плохого. Мы вообще, никто нас палкой на демонстрации никогда не гнал. Мы все с таким большим интересом шли. Как раз я уже тогда работала на автозаводе. Мы всем нашим коллективом шли. А потом мы после этой демонстрации кому-то в гости шли. Там дальше продолжали отмечать. У меня демонстрации, ну просто, вот такие всегда, такие теплые воспоминания. В общем, поздравляю вас с этим наступающим праздником. Хочу сказать, что в Испании тоже есть такой праздник. Он тоже называется «Диа де трабахадорес», то есть «День рабочих». Ну ладно, кому нравится, комментируйте. Кому не нравится, тоже комментируйте. До свидания.